В Новороссийске стартовал третий очный региональный этап международного конкурса детского и юношеского творчества «КТКН. Талантливым детям». О том, как прошел гала-концерт и как готовились участники, расскажет Яна Аненкова. В преддверии гала-концерта эксперты конкурса провели творческие мастер-классы. Своими профессиональными секретами с юными талантами поделился актер театра и кино Александр Кольцов. Иван Иванович Лапкин, молодой человек приятной наружности. Он уже четыре года подряд приезжает на это мероприятие. С некоторыми детьми даже сдружился. Дети быстро растут. Уже, скажем так, есть какие-то люди, которые, в общем-то, выросли на наших глазах. Кто-то уже сейчас учится в театральном институте и с кем-то мы уже в Москве встречались. Со своими учениками держит связь и пианист Николай Кожин. Он даже запомнил, что у одного из них есть кошка. Говорит, клавишу нужно гладить так же, как и ее. Сюда. Еще больше. Вот фа, не бойся взять и приклей палец. Работать всегда есть над чем. И ребятки это осознают, ребята это знают, поэтому они слышат, слушают. И я надеюсь, что совершенствуется. Конкурс с талантливым детям – один из крупнейших благотворительных проектов Каспийского трубопроводного консорциума, который уже стал международным. В этом году в нем приняли участие более 20 тысяч детей. Цель – поиск талантов и объединение культуры народов России. В 26-й год мы проводим это мероприятие. Этот конкурс вырос с таких небольших художественных смотров. Сначала в Республике Калмыкия, в Краснодарском крае. А теперь мы его проводим во всех наших территориях. Это и в Астраханской области, в Ставропольском крае. Но это еще не все. На второй день после мастер-классов детям предстояло участие в масштабном событии. Более 700 детей собрались в Морском культурном центре на гала-концерт. На репетиции кто-то повторяет слова песен, кто-то движения танцев. Педагоги вносят последние штрихи выступления. Но без исключения все родители волнуются за своих детей. Здесь вдвоем танцуем, играем, дружим, учимся, поддерживаем. На сцене зрителей ждало все. От чарующего вокала до виртуозной игры на музыкальных инструментах, а также хореографических партий и актерских постановок, от которых захватывает дух. Вовремя, обзывается. Ну зачем еще жених плакет, прилагается? В завершении концерта были объявлены лауреаты гран-при и специальных призов третьего регионального этапа. Лучшие из лучших получили заветные сертификаты на поездку в Москву для участия в финале. Ты выходишь, ты чувствуешь и радость, мурашки по коже, и очень просто волнуешься при этом же. Я надеюсь, что мы дальше займем гран-при, все у нас будет хорошо в жизни, и я люблю Юлию Алексеевну. Даете возможность реализовать себя, показывать себя, ездить на такие конкурсы в Москву. Спасибо большое. В Москве состоится заключительный этап фестиваля, объединяющий культурный форум. Здесь к участникам из Краснодарского края присоединятся и лауреаты фестиваля талантливым детям из других российских регионов.